В Осетии взлетели целый на хлеб на 10 рублей. Мы сейчас говорим о самом дешевом хлебе, о кирпиче. Социальный хлеб, который доступен, самый дешевый. В Осетии, если я не ошибаюсь, 5 производителей, которые делают этот хлеб. Конечно, пекарн гораздо больше, но они этот хлеб не делают. Они не фокусируются на социальном хлебе. Опять же, насколько мне известно, эти производители хлеба делают его себе в убыток уже около года или полугода. Потому что цены на муку выросли, цены на энергию выросли. На бензин, горячий, смазочный. Да, да, да. То есть, все то, что относится к логистике. Да, а цены на хлеб они держали. Причем, если сравнить с ценами на хлеб в соседних регионах, я не говорю про Чечню и Ингушетию, там не узнавал, но про Дагестан, Ставрополь. То там эти цены на 7-10 рублей больше, чем в Осетии. То есть, в Осетии на протяжении 5 лет удерживали цены на хлеб. В итоге мы сейчас получаем скачкообразный рост. То есть, совсем буквально недавно Битаров встречался с производителями хлеба. Они его предупреждали. Мы вынуждены повысить цену на хлеб. Рабочая встреча новой республики с предпринимателями началась с небольшой экскурсии по хлебному заводу «Холос». Состояние предприятия как бы задало тон и направленность предстоящей беседы. Цеха давно нуждается в модернизации. Точно так же и всей отрасли в республике. Необходимо обновление и смена курса. Проблемы и убытки, по словам представителей хлебной промышленности, преследуют их по всем направлениям. Начиная от закупки сырья, заканчивая розничной торговлей. Как говорят, чашки, лопки, вот-вот, лопки. Зану может держаться, как-то, как-то, но текущего ремонта нет. То есть вот производитель хлеба предупреждает Битарова, что вот-вот ситуация выйдет из-под контроля. Мы, говорит, уже не можем держаться, намекая на то, что они производят этот хлеб себе в убыток. На пекарне каждый год надо ремонтировать, освежать. Пять лет назад сделано. Не говорю, что транспорт обновить, хотя бы освежить. Большим предпринимателям труднее задерживать, потому что расходы опережают. Ну, кто-то еще побочные работы делает, отпущает и держит. Большинство хлебных предприятий имеет рентабельность 2-3%. Основная причина такого низкого дохода, по словам предпринимателей, цена на углу. Она, в отличие от цены на зерно, нефиксированная и в зависимости от времени года постоянно меняется. В свою очередь, производители хлеба, вынужденные держать стоимость своей продукции на одном уровне, не могут работать в плюс. Себестоимость оказывается слишком высокой. Остается искать и другие способы заработка. Выживание этих предприятий происходит только из-за того, что у них имеется возможность реализовать кондитерские изделия, которые более по коммерческим ценам реализуются в торговой сети и минимизируют эти затраты. То есть, еще раз, да, мы вот слышим, как кто это, если они, сейчас точно скажу, это у нас, это заместитель министра сельского хозяйства говорит, что люди производят себе хлеб в убыток, компенсируют расходы сами за счет того, что они производят рентабельные кондитерские изделия и реализуют их. То есть, люди сами субсидируют из своего кармана производство дешевого хлеба. Предприниматели. Предприниматели, да. Резутся торговые сети и минимизируют эти затраты. Вот эти с 2019 года предприятия, можно сказать, они дошли до такого состояния, что не смогли развиваться, не смогли экономить на всем, на технологии, людских ресурсов, транспортных издержек. А также невозможность получения денежных средств в виде кредитов, так как у них в обороте свободных денег нет. Поэтому максимально эти предприятия сейчас находятся на грани выживания. На протяжении нескольких лет предприятия теряют важные рынки сбыта. Производя качественный хлеб из торгового сырья, по всем ГОСТам, технологиям и с необходимой документацией, не удается выдержать конкуренцию с менее добросовестными предпринимателями. Это мелкие предприниматели, которые оказывают население в услуги, шаговые доступности хлеб, это развоз по населению. Они придумали такую схему, что хлеб на рубль, на два рубля дешевле делать. И люди из-за того, что возле дома, каждое утро в одно и то же время, несмотря на СВ и его качество, они приобретают этот хлеб. Эти предприятия, к ним этим предприятиям много вопросов, потому что кто производит, какое количество предприятий, не отчитывается, какую буквально используют. И с ними надо работать, и вопрос в ближайшее время надо будет об этом поставить. Единственный выход из ситуации, по мнению представителей... То есть параллельно работают маленькие пекарни, которые не находятся под контролем государства и производят хлеб, вопрос какого качества. Но этот хлеб на рубль дешевле, потому что им этот хлеб разводить не надо. Тоже интересный момент. Для отрасли поднять планку фиксации цены на хлеб из муки первого сорта хотя бы на 2 рубля. Так удастся повысить рентабельность предприятий до 10%. Это развяжет бизнес у руки и позволит модернизировать производство и улучшить условия труда для сотрудников. В этой ситуации ничего нельзя сделать. Ни одно предложение, которое, как бы здесь по началу, реально никакой соответствии не произойдет. Единственный вариант – это поднятие цены. Что? Вот это важный момент. Вот предприниматель. Потому что, ну, насколько я знаю, что бюджет – это противозаконная финансировая часть, нам не понимать. И у нас, как бы, никакого выхода нет, как поднять цены. А насчет качества и ассортимента хлебоплощенных изделий, ну, я не знаю, они соглашены с самым лучшим хлебом в мире и конец изделия в России. Все равно это так. Хотите ли? Нет, не хотите ли? Нет. Но это не только местные, но это и Москва, и Законинцы, и все. Я, как человек, который 13 лет прожил в Москве, вот подтверждаю слова, что в Осетии хлеб гораздо более качественный. Причем, даже вот самый дешевый хлеб – кирпич, он гораздо вкуснее, чем какие-то, там, часто элитные сорта хлеба, которые в Москве продаются, там, за 50, 70, 100, 120, 200 рублей. На самом деле у нас очень высокий кальций и очень высокий ассортимент. Кроме поднятия цены, никаких вариантов у нас нет, потому что мы просто не выжимаем. Вячеслав Бетаров в ответ на предложение поднять цену на хлеб сказал, что это слишком радикальная мера. Как возможный выход из ситуации, глава республики увидел создание кооператива хлебной промышленности. Это позволило бы объединить производительные мощности, расширить ассортимент и сформировать в рамках кооператива собственный зерноперерабатывающий цех. Его работа позволит значительно снизить себестоимость хлеба в периоды, когда наблюдается нехватка зерна. Тут очень интересно. Бетаров сам бизнесмен. Он фактически предлагает сделать хлебный холдинг. И лишить предприятия, которые до сих пор субсидировали производство хлеба, самостоятельности. Идея как бы хорошая, но это монополизация производства хлеба. За счет масштабирования, насколько сильно им удастся снизить издержки, это большой вопрос. Во-вторых, чтобы создать такой хлебный кооператив, который предлагает Бетаров, на это надо инвестировать. В это надо инвестировать, надо создавать, ну как сейчас говорится, какой-то зерноперерерабатывающий цех. В это надо все вкладывать. За счет чего будут эти предприятия вкладывать деньги? Только за счет повышения цен на хлеб еще более сильного. Я то есть, услышав здесь, в этом ролике предложение Бетарова, я не понял в чем смысл. Я думаю, что как бизнесмен он видит, но может быть до нас СМИ не так донесли эту идею. Да, скорее всего там. Нет. Мы знаем результат, цены повысили, соответственно его идея не была принята. Да. Это факт. Но, честно говоря, суть самой идеи я тоже не понял, потому что из ролика это не ясно. Предлагают ли он просто механически объединить эти предприятия, но зачем? Ну, как это позволит снизить цен на хлеб? Что это касается? Ну, по идее, за счет масштабирования тебе позволяет это снизить цены. Но в это масштабирование тебе надо инвестировать деньги. У людей, бизнесмены и так говорят, у нас нет денег. Мы все в убыток работали 5 лет с 2012 года. По данному вопросу, мне не кажется, что вопрос масштабирования, это сразу приведет к понижению цен, даже если бы они там вложились в это. Я тут не вижу, как одно из другого вытекает. Ну, опять же, наверное, надо у самого Битарова спросить на эту тему. Рыночная экономика. И здесь, ну, сдерживать стоимость на хлеб, ну, это нереально. И никто его не сдержит. Сегодня не подниму стоимость на хлеб. Завтра вынуждены будем привозить с Камбардино-Балкарии или Ингушетии хлеб. Ну, а вот это слова бизнесмена, с которыми я полностью согласен. Попытка искусственно удерживать цены на хлеб, она приводит к тому, что потом они у вас будут расти скачкообразно. И, скорее всего, производители хлеба разорятся. То есть, вот эти предприниматели, 5 предпринимателей, которые сейчас производят дешевый социальный хлеб, они просто скажут, а зачем нам производить товар, на котором мы теряем деньги, если мы можем сфокусироваться на кондитерке и производстве дорогого хлеба. Все, мы больше не производим этот хлеб. Или понижать качество хлеба. Да. Но, с другой стороны, если они понижают качество хлеба, то там же... К ним приходится они в инвестиционную станцию, к ним возникают вопросы. Они просто отказываются от производства. Вот просто предприниматель говорит, все, отстаньте от меня, я не хочу производить этот хлеб и не буду, вы меня не заставите. Я буду производить кондитерку и зарабатывать деньги. Все, в Осетии нету дешевого хлеба. В Москве была такая же ситуация. Все крупные сети отказались от производства и продажи дешевого социального хлеба. Тут Бетаров говорит то, что, к сожалению, в Осетии люди плохо понимают. Мы находимся в рамках рыночной экономики, псевдорыночной. Даже тут в комментариях пишут, что изготовление хлеба не должно быть в частных руках, а только в государственных. Почему? Вот вопрос, почему. Кто-то сказал, что государственный хлеб... Я вам скажу, что будет. Государство будет нести убытки на производстве этого хлеба. Этот хлеб будет все менее и менее качественным, поскольку это монополизировано. Никто не будет производить социальный хлеб, кроме государства. И вы просто перестанут покупать. И в итоге мы будем закупать из Кабарды или из Ингушетии. Вот и все. А, то есть видите, все-таки тот момент, который я упустил. Бетаров говорит, что Минсельхоз готова дать вам грант. То есть инвестиции на масштабирование бизнеса дает государство. Но тут, вот тогда это звучит более-менее здраво. По молокопроизводящим служу предприятиям. И таким образом вы получаете в любом случае снижение цены, себестоимость своей продукции. Если бы мы по такому пути пошли и когда-нибудь два стены объединились в один кооператив, это было великое дело. И самым большим достижением в роли главы республики я обсчитал вот это. Понимаете? Поэтому я готов вам всем чем угодно помочь, если бы вы сорганизовали эту работу. Участие в кооперативе открывает перед фермерами и производителями возможность брать кредиты на сырье и технику по низкой процентной ставке. Затраты на организацию работы исполнительной дирекции кооператива глава на первое время предложил взять на себя. Кроме этого, Вячеслав Бетаров нацелил производителей на активное участие в программах грантовой поддержки Минсельхоза. Артур Галазов, Сармат Сугаров, Вести, Алания. Ну, как мы видим, тут пишут, что Бетаров сделал дельное предложение, но оно не сработало. Никто не хочет лишаться своей финансовой самостоятельности и самостоятельности своего предприятия. Организуюсь какой-то кооператив, где дальше ты будешь зависеть от производственных мощностей людей, и ты не будешь контролировать. А вдруг тебя скажут, нет, сегодня вот наш мукомольный цех, он для тебя не работает, мы будем работать, вот сначала чей-то другой товар перерабатывать, а ты в очереди подвинься. То есть это тоже большой вопрос. Эта история хорошая, она работает в тех условиях, когда работают контрактные отношения, когда люди друг друга не кидают, когда государство не кидает бизнес. А как мы знаем, в России государство любит кидать бизнес под радостные крики толпы, которые говорят, вот бизнесмены, буржуи. Даже когда вот про хлеб были новости, люди в комментариях писали, а эти производители хлеба, они плохие, они гадкие, они вот повышают цены. И винили во всем предприниматели. Хотя, опять же, предприниматели производят этот хлеб в убыток себе, они могут это просто не делать. Но люди во всем ввиняют предпринимателей. Итак, они могут теоретически этого не делать, но практически, так как хлеб это фактически такой стратегический товар, то на них бывает очень такое серьезное политическое давление. Хлеб, соль, спички, это все такие знаковые товары. Поэтому всегда государство относится к ним крайне с большим вниманием. Там всякие хлебные бунты. В России, кстати, есть история хлебных бунтов. Ну вот не завезли хлеб в Петроград, вот тебе и революция. Но тут еще такой момент, что, а вот хорошо, у меня цех. Я все говорю, ребята, я обанкротился, у меня нет возможности производить хлеб. Вот я буду производить кондитерские изделия. Как они заставят меня производить хлеб? Отнимут бизнес? Нет, проверки будут, где ходить. Все, закрываю предприятие, идите нафиг со своим. Нет, ну если закрываешь, это уже другой вопрос. Нет, ну в итоге придешь же к этому. Так, типа, как это, святое место пусто не бывает, найдут кого-нибудь еще. Ну, я не знаю, кого могут найти. Так, пишут, бублик продавался в 2008 году за 5 рублей, сейчас 20. А хлеб должен продаваться на одном уровне десятилетиями, что ли? Ну да, я с тобой согласен. Хлеб не может стоить так дешево. Это, к сожалению, давайте посчитаем ту инфляцию. То есть, в данном случае надо обвинять не производителей хлеба, а федеральные власти, которые просто надругались над ценовой стабильностью внутри страны. Тут такой вопрос возник, типа, а почему цена на хлеб повышается, если у нас тут в стране рекордный урожай и Россия стала такой державой, такой сельскохозяйственной державой, которая там на экспорт пшеницу отправляет? Ответь на этот вопрос. В царское время. Нет, я не знаю, ты экономист. Нет, ты тоже знаешь этот вопрос. Смотрите, в условиях падения курса рубля российское зерно стало еще гораздо более выгодным товаром, поскольку оно гораздо дешевле. То есть, за счет снижения цен курса рубля российские производители зерна, экспортеры зерна, они могут продавать его еще дешевле и в больших объемах. И сейчас наступил такой момент, что выгоднее продавать зерно на экспорт, чем продавать его внутри страны, потому что внутри страны удерживают низкие цены на хлеб. А на экспорт ты продаешь и получаешь большие деньги. И вот в этих условиях... То есть, все-таки есть какие-то предприниматели, которые виноваты. Это не те, кто хлеб производит, а те, кто экспортирует пшеницу. Нет, я опять же скажу, виноватого в этом государство, которое сделало все, чтобы население беднело, чтобы производство товара внутри страны стало невыгодным, поскольку у тебя бедное население, тебе выгодно экспортировать. Мы сейчас как какая-то, ну там, Венесуэла или страна третьего порядка, у которой настолько нищее население, что товары выгоднее экспортировать. Олег, ты как национал-капиталист, у тебя всегда виновата государство. А предприниматель, жадный буржуй, который только и делает, что сосел кровь трудового народа, у тебя никогда не виноват. Почему? Задумайся об этом. Более того, на эту тему сегодня мы посмотрим один фрагмент с видео с Гуриевым, где как раз мы говорим, где он и Медведев, точнее, говорит про этатизм, проблему этатизма в России. Так, а потом уже перейдем и будем отвечать на вопросы. Вот тут предложение. Производство хлеба надо субсидировать из бюджета республики. А это нельзя. Государство не может субсидировать частных бизнесменов. Об этом бизнесмен сказал, один из бизнесменов сказал на видео. Значит, создайте государственные предприятия, которые могут субсидировать. Да, и в итоге, хорошо, в итоге, вот в нашем коррумпированном государстве... Извините, перебиваю. Вот ты сказал про предпринимателя, который говорит, я вот не могу производить, мне, я не могу держать цены, все, отставьте от меня. Надо, значит, национализировать его, сделать на месте государственное предприятие и делать дешевый хлеб для народа. Да. Но... Да? Сема же. Так думают наши коммуняки, но проблема в том, что это не работает. Во-первых, кто вдруг получит в руки свои, это производство этого хлеба? Народный... Ну, народный, конкретный... Представитель народа. Конкретный человек, скорее всего, какой-нибудь чиновник или приближенный к какому-либо чиновнику, например, к министру сельского хозяйства, он получит, он будет получать субсидирование, будет просто там списывать бабки налево-направо, вводить их в офшоры, производить некачественный хлеб, который никто покупать не будет. Это та же история, когда у нас в России пытаются сделать государственный интернет или государственный поисковик-спутник, он назывался. В итоге это все заканчивается тем, что люди просто выводят бабки за рубеж, и потому что, надо понимать, система не работает. В любой системе, где вы, частная инициатива, она всегда настроена на повышение эффективности, на конкурентноспособность, на выживание. А когда тебя субсидируют государства, тебе не надо быть эффективным. Ты просто начинаешь, или ты делаешь плохо, а если ты чуть поумнее, ты просто воружь деньги. Так, в Батраза на минуту селился мамик. Не, я просто люблю иногда быть, знаете, адвокатом дьявола. Так, пишут, ну критиковать хорошо, какие у вас есть идеи? Битаров мог еще предложить помимо Гранта. Какой выход из этой ситуации? Я вам скажу, выход из этой ситуации такой, что выхода нет. Нет, бизнесмен сказал, что цены повышаться будут. Единственный выход из этой ситуации, увеличивать благосостояние населения. Все, другого выхода нет. Битаров предложил хорошую идею, я его не критикую. Не, я не считаю хорошую. Не, ну мне его идея, хотя... Я не понял, у тебя обороты. Не, он сказал, что они будут Грант выдавать. Не, ну мне его идея, понятно. Но опять же, это ситуативное решение. Через пять лет мы придем в такую же ситуацию. Потому что если у населения не растут доходы, а Владимир Владимирович Путин говорит, что откажитесь от неуемного потребления, да, затягивайте пояса, то есть это говорит о том, что власть не собирается повышать благосостояние народу. Она не собирается делать что-то в этом направлении. Покупательскую способность. Да, увеличивать. Она просто будет, говорит, затяните пояса и все. Вот. Ну вот время такое. То есть, нет, я давай переформулирую вопрос нашего зрителя. Чтобы ты на месте Битарова им предложил. Ты глава республики. Вот перед тобой сидят предприниматели. Давай я предприниматель. Татрай, по-моему, была его фамилия. Я тебе говорю, мы будем повышать хлеб. Ты знаешь, ты сидишь, ты, что тебе это политические издержки для тебя. Да. Что все будут винить тебя в том числе. Ну и меня, ну меня будут винить всегда, я буржуя. А ты глава республики. Значит, у нас в республике повышается цена на хлеб, а теперь еще и как выяснилось цена на сахар, виноват ты. И ты это знаешь. И тебе надо уговорить меня продолжать. Я не могу тебя уговорить. Ну я просто... Нет, какое у тебя есть предложение? На данный момент просто повышайте цену на хлеб. В текущей ситуации, надо понимать, что единственная идея, кстати, ее недавно хорошо в интервью Гуриева там про энергетику говорили, там говорился вопрос субсидирования, помощи населению. Что в России большие проблемы с адресной помощью. Вместо того, чтобы выделить категорию людей, которые нуждаются в реальной помощи, у нас власти, если организовывают помощь, то организовывают всем. Большая у тебя квартира, маленькая квартира. То есть, есть проблемы, механизм в России, большой проблем с механизмом перераспределения благ. Я бы говорил, что так, ребята, вы повышаете цену на хлеб, это ваше право, вы бизнес, вы должны выживать, вы должны создавать рабочие места. А я буду со своей стороны, мы будем пытаться, ну, например, организовать помощь бедным слоям населения, чтобы они могли купить этот хлеб. Тут же надо понять, что эти бизнесмены, которые сейчас, которые удерживают низкие цены, там же прямо в видео говорило, что мы вынуждены сокращать рабочие места, чтобы производить дешевый хлеб. То есть, они лишают людей работы, чтобы производить хлеб. Наоборот, их цель, чтобы, наоборот, создавайте больше рабочих мест, чтобы у людей была возможность покупать хлеб, цены на который периодически растут, не скачкообразно, а постепенно. Потому что есть инфляция. Вот это адекватно. А в данном случае они еще сократили людей, которые тоже не наше терпят, будут покупать хлеб. Короче, как настоящие коммунисты с помощью демагогии ушел этот цветом. Вот, меня назвать коммунистом, это оскорбление. Так. Послушай, а можешь просто на корзун перейти, на хлеб из муки кукурузной? Ну, тут, кстати, вот ХСАРТД писал, что в Москве, я не знаю, насколько это правда, сейчас очень активно производство маленьких пекарни, люди сами себе готовят хлеб. Да, кстати, да. Ну, если это так, это один из выходов из текущей ситуации. Но, опять же, цены на муку-то тоже выросли. Это не спасает. Это не спасает, как бы, трудозатраты повышаются. Да, производство домашнего хлеба, он будет дороже, чем хлеб, который произведен в пекарне. Послушай, а вот давайте спровоцируем ситуацию. Вот сейчас же у нас ИП, да, у нас же появилось новое законодательство в отношении ИП. Если ты делаешь какие-то тортики и продаешь их в Инстаграме, к тебе могут прийти. Да. Ты самозанятым должен зарегистрироваться. Да, да, ты должен быть самозанятым. А вот решила бы, там, эту ситуацию, скажем, сеть таких маленьких домашних пекарен. Ну, эти маленькие домашние пекарни, они тоже должны быть рентабельными. Естественно. Ну, а если они начнут производить дешевый хлеб, то на что они будут жить? Нет, данная проблема не решается, пока благосостояние населения будет падать. Дорогие зрители, можете посмотреть статистику. Доходы населения за последний год рекордно падают. За последние 10 лет у населения из года в год падают доходы населения. Сейчас я вам еще скажу. Нет, ты пока ищешь. Я, кстати, действительно не шучу насчет корзынов. Потому что нормальный корзын найти во Владикавказе, это проблема. Ну, реально, они бывают или слишком жесткие, или сухие. Больше, чем кукурузы, в этой республике нет ничего. Реально располагаемые денежно-доходы населения в третьем квартале сократились на 4,8%. Общая безработица в России снизилась с 6,3% до 6,3%. Но это рекордный уровень безработицы все равно за последние 4 года. Это только официальный уровень. Понимаете? То есть у нас доходы и так падают, но сейчас в третьем квартале они резко рухнули практически на 5%. Ничего хорошего в таких условиях быть не может.